Добрый день, зрители нашего ТВ-клуба «Континент». Сегодня у нас пятница, 21 июня, и мы, как обычно, по пятницам с Игорем Туфельным обсуждаем наши американские и не только американские события. Но сейчас мы начнем с американских событий, с Элвина Брэга, который только что потребовал, чтобы Дональду Трампу запретили дальше что-то высказываться, потому что, как он написал своих в этом заявлении, что с апреля ему и членам его семьи, по-моему, сотрудникам и так далее 56 раз писали письма с угрозами. Игорь, что мы имеем сказать по поводу Элвина Брэга? Ну, это как бы, это ерунда по сравнению с тем, что этот Элвин Брэг только что с отвагином. Ну, на самом деле, в отношении угрозы Элвину Брэгу, тут можно говорить о чем угодно, и на самом деле, я на 99,9% уверен, что это абсолютно не связано с выступлениями Трампа. Он, на самом деле, своими выступлениями, я имею в виду Элвина Брэга на пресс-конференции, особенно когда за ним стоял один из ведущих, третий, кстати говоря, по рангу чиновник в Министерстве юстиции, который был откомандирован прокуратуру Панхэттена, и после всех его заявлений, что суд восторжествовал, что все как бы должно, произошло так, как оно должно было быть. Собственно говоря, этого вполне достаточно, даже если Трамп вообще ничего не говорил в отношении суда, вообще просто игнорировал бы эту тему на все 200%. Кроме всего прочего, я, как всегда, хочу напомнить о том, что после того, как Верховный суд принял решение об отмене этого известного закона в отношении абортов, то Чак Шумер, который является лидером большинства, то есть он просто официальное лицо, если Трамп еще не является официальным политическим лицом, надеюсь, что он будет избран в ноябре этого года, то Чак Шумер открыто призывал к тому, говорил о том, что вот суди, суди, консервативные суди, судья Кавано, судья Горсич, вы за это ответите, вы за это ответите, то есть это была настоящая угроза уже со стороны официального лица, и после его выступления через два дня на судью Кавано было совершено покушение, ну, которое удалось предотвратить, потому что возле его дома стояли полицейские, охраняли его безопасность. Что здесь еще можно добавить об Элвин и Бреге? На самом деле его просто отбросим, вот все, что касается президентского суда и всех его высказываний в отношении Дональда Трампа, а его поведение и его профессиональная деятельность просто не соответствует его должности. А последнее, то, что он сделал, это из 46 задержанных во время бесчинств на демонстрациях в защиту Хамаса, он отпустил 31 человека на основании отсутствия улик. Это вообще достаточно смешно звучит, когда там есть кадры, которые показывают по телевидению, где люди бьют стекла, где люди дерутся с полицейскими, где люди блокируют помещение в Колумбийском университете. Одного, по-моему, водопроводчика или сотрудника какого-то там, который находился на этой территории, его просто взяли в заложники. И улик нету. В отношении 6 января женщина, которая просто вошла, пожилая женщина, на которой вошла в здание Конгресса, в Капитолий, была арестована через несколько месяцев, потому что ее вычислили на одном из видео, которые делали камеры наблюдения. Не только арестована, а еще ее просидели к 2 года тюремного заключения. Естественно, но сначала ее арестовали через несколько месяцев, потом дали ей 2 года. То есть, а что произошло с остальными 15, которые остались там? Их как бы им заявили официально, прокуратура Манхэттена заявила, что все обвинения против вас будут сняты при условии, что вы не будете участвовать в подобных демонстрациях и, по крайней мере, не будете провоцировать и применять какие-то антизаконные действия. То есть, то, что вы делали раньше, били стекло с полицейскими. И что ты думаешь? Вообще, вот этот сам факт такой, что сделка с прокуратурой не просто там, как обычно, там прокуроры давят на обвиняемых, мол, признайте свою вину, и тогда мы вам скостим срок, а если вы там еще выдадите своих сообществ, то будет еще так и так, и так далее. Но все равно то же самое, допустим, с адвокатом Трампа Майклом Коэном. Была сделка, досудебная сделка, и она закончилась тем, что он, собственно говоря, решил придумывать всякие вещи против Трампа, но это было, видимо, частью соглашения с прокуратурой. А тут им предлагают такое, они отказываются. А почему они, собственно говоря, отказываются? Потому что они прекрасно понимают, что прокуратура Манхэттена их все равно не посадят, ничего им не сделает, так же, как не сделало их 31 сообщнику по этому бандитизму. И до этого Элвин Брэк, собственно говоря, запятнал себя еще другими вещами, когда во время произраильской демонстрации трое представителей арабской мусульманской общины избили одного еврея, который уходил с этой демонстрации, и их арестовали, а потом Элвин Брэк тоже отпустил всех троих, и никакого наказания они не понесли, несмотря на то, что пострадавший получил тяжкие телесные повреждения. Как сказали сегодня на канале Ньюс Макс, что вместо того, чтобы выполнять свою работу и делать ее профессионально, в штате Нью-Йорк теперь благодаря Элвину Брэгу и Летиции Джеймс судят не уголовников, а президентов. Ну, в общем, тут надо добавить еще одну вещь, что благодаря вот этим действиям Элвина Брэга и вообще всего того, что происходит, например, сейчас по опросам в таком вот синей-синей-синим штате, как Нью-Йорк, Трамп отстает от Байдена всего на 6%. Поддержка среди еврейского населения у него выросла до 46%, что, в общем, неслыханно. А среди черного населения аж прийти до 29% поднялась. Вот, то есть еще чуть-чуть, еще пару таких действий, и можно Нью-Йорк тоже красненьким рисовать. Вот. А к проповоду Элвина Брэга и всего вот этого безумия, которое творилось в мае, надо еще добавить один интересный такой факт. Ну, когда Мэри Гарленд говорит, что он не занимается, что он аполитичен, и никакой политикой он не занимается, и Министерство юстиции выше всего, в один и тот же день в конце 22-го года, где-то в ноябре или в октябре 22-го года, произошло три события. Первое, был назначен Джек Смит. Второе событие, этот печально известный Натан Вейд приехал на весь день в Белый дом, выяснял чего-то, и третье событие, это вот прокурор, который помогал в команде Элвина Брэга, который ушел из Министерства юстиции, чтобы раздуть вот этот вот скандал, который уже позасненний скандал, сделать из несуществующего дела, как бы существующее, вот этот вот, не помню сейчас его фамилию, он именно в этот день уволился из Министерства юстиции, чтобы присоединиться к команде Элвина Брэга. Вот такая вот, два-три таких события, которые происходят в один день, кто бы что ни пытался доказать, нельзя, кроме как с Говером, на самом верхнем уровне определить нельзя. Вот, поэтому тут мы видим, как все не запутано, а как в Биллами по воде все написано. К счастью, люди, которые сейчас находятся в правительстве, да и многие и в Конгрессе, и весь этот Дип-стейт, они, конечно, у них там какие-то свои, они продвигают там свои идеи, все, им там платят за это и так далее, но большим умом они, как мы видим, не отличаются, и даже наоборот, в общем, чем дальше, тем хуже. Вот, поэтому очень много Биллами по воде, к сожалению, не все это еще видят. Вот, но, к сожалению, есть еще люди, которые доказывают, что Трамп виноват и должен сидеть в тюрьме. Вот, причем люди, которые, кроме этого антитрамповского синдрома, Трамп-дерейнджмент-синдром ведут себя почти что адекватно. И, кстати, сейчас досталось за это Трамп-дерейнджмент-синдром Полу Райану, бывшему спикеру Палаты представителей. На него накинулись и Стив Бэннон, и Трамп, и все остальные, то есть многие еще, потому что из-за того, что сейчас творит канал Fox News. Ну, мы знаем, что Fox News после увольнения Такера Калсона катится довольно уверенно под откос, ну, не под углом, там, 45 градусов, ну, близко к тому. Но, тем не менее, любой канал можно попытаться спасти. Но Пол Райан, который входит в советоведы Fox News, может привести только к тому, что этот угол падения сильно увеличится. Вот, поэтому он там, потому что он говорит про Трампа всякие гадости и так далее, ну, как он со своим дружком Митом Ромни, Трамп даже сказал, что Митом Ромни немного лучше, чем Пол Райан. Вот он их там сравнил, да, поэтому, ну, мы даже знаем, что Митом Ромни действительно, потому что неожиданно Митом Ромни осудил эти, совершенно неожиданно, зная его отношение ко всему, осудил вот эти вот, вот этот беспредел, который сейчас творится по отношению к... ...преследованию, да. На самом деле я могу еще одного человека назвать, который тоже говорит всякие гадости, это Крис Кристи, бывший губернатор Нью-Джерси, и человек, который уже два года подряд, вернее, два президентских года подряд, то есть 20-й и 24-й, пытается баллотироваться в президенты, но как-то вот он всегда сходит с дистанции достаточно рано, если в 16-м году, вернее, даже уже три президентских года, в 16-м году он поддержал, в конце концов, Трампа, видимо, рассчитывая на то, что он получит какое-то место в кабинете министров или в Белом доме, в директорате Белого дома. На самом деле он лично рассчитывал на то, что он станет генеральным прокурором, потому что он юрист по образованию, и, в общем, как он объяснял, почему его не назначили, потому что он был прокурором по делу, по-моему, отца или дедушки Кушнера, зятя Трампа, и поэтому его не взяли ни на одну должность. После этого он стал ярым врагом Трампа, и постоянно говорит о нем всякие гадости на канале ABC, где он является одним из экспертов политических. Так что здесь, мне кажется, все-таки, что Пола Райана или Райана Пола, на самом деле, переменами от слагаемых сумма не меняется, как известно. И вообще, некоторые используют такие метафоры, как сначала говорят фамилию, потом имя, потом сначала имя, потом фамилию. Ну, неважно, Пол Райан, в общем, Трамп потребовал от Мердока, владельца канала Fox, его уволить. Но в отношении того, что ты сказал, что все это катится вниз после увольнения Такера Карлсона, ну, я бы сказал, что мало что изменилось, потому что Такер Карлсон в последнее время, когда он работал на Fox, он тоже как-то так немножко поменял свою ориентацию. Не то, что он стал более либеральным или менее консервативным, но просто он начал говорить какие-то вещи, которые, в общем-то, не совсем связаны с консервативной политикой. Много времени стал уделять этому и уволили его, как мне кажется, и, в общем-то, есть этому определенные доказательства, вовсе не из-за того, что он был таким суперконсервативным. Потому что, мне кажется, что, например, Хеннеди, тоже, который Шон Хеннеди, который работает на канале Fox, гораздо более консервативный был, и он никогда не отступал от этой стези, так же, как и Инграм, которые также продолжают работать на Fox. То есть, явно, что это не связано было с консерватизмом Такера Карлсона, а с другими вещами. Одна из, как мне кажется, наиболее вероятных причин его отставки было то, что во время сделки между компанией Fox и поданной на них компьютерной компанией Доминьон, который Такер Карлсон в одном из своих причем сделал это не один раз, обвинил в том, что они являются виновниками проигрыша Трампа из-за того, что их компьютерная программа была сделана таким образом, что много всяких там теорий, что за один голос Байдена его удваивали в два раза, в три раза, в зависимости от штата. Но так или иначе, по этой версии в сделку, которую принял канал Fox и заплатил там сколько несколько десятков миллионов, по-моему, 20 с чем-то миллионов долларов компенсации, была включена также и возможность, вернее, требование уволить Такера Карлсона, что, собственно говоря, произошло через очень короткое время после выплаты Fox денег компании Dominion. Но, так или иначе, ты сказал о том, что многие люди видят, а многие люди не видят, но, судя по процентам, которые ты привел, видят достаточно много людей в Нью-Йорке, по крайней мере. Хорошо бы, чтобы они это увидели и в других штатах, но, на самом деле, здесь не только Элвина Брега нужно благодарить, нужно благодарить и Аказию Кортес, которая, когда она пытается каким-то образом прокомментировать выступление и митинг в поддержку Трампа в Бронксе, которой пришло достаточно много людей, это как раз в ее округе, то она все время попадает в просаг. И, в общем-то, это тоже замечают люди, и, в общем, я думаю, что в этой ситуации нужно поблагодарить Элвина Брега и Александрию Аказию Кортес за то, что они способствовали поднятию рейтинга президента Трампа. Также, как, кстати говоря, и канал View на ABC. Вернее, про... Канал View на ABC, он просто слово Трамп не может произносить без истерики и без 20-минутных потом разговоров, вздохов и так далее. Это то, что называется бесплатная реклама. Там же мы уже говорили, что по подсчетам вот за время этого суда над Трампом позорного Трамп, можно сказать, заработал несколько миллиардов долларов рекламного времени, потому что сколько времени он был на... Сколько ему посвящали все эти каналы, просто берут, умножают на стоимость этого там часа, минуты, в чем они там их считают, вот, и все посчитали просто как эти все эти каналы... Это, кстати, то же самое, что было, между прочим, в 2016 году. Но сейчас давай под предстоящим дебатом поговорим, у нас же должны быть в следующий четверг дебаты, состоятся они или нет, пока считается, пока считается, что состоятся, условия довольно драконовские, без зрителей, без помощников, без права на перебивание, то есть, когда один кандидат говорит, другой молчит, проводить эти дебаты будет Джейк Таппер, который настолько анти-трамп, настолько ненавидит Трампа, что может соревноваться даже с Лупи Голдберг и с остальными участниками твоего любимого вьюн, вот, и, но посмотрим, ходит много всяких разных слухов, в том числе даже такие, ну, нелепые, наверное, слухи о том, что вместо Байдена будет двойник, даже выходят какие-то видео, где показывают, что он там подбородок отваливается, но мы об этом говорить не будем, потому что я думаю, что все-таки это слухи, но как поведет себя Байден и что там готовится в этом случае, если он провалит эти дебаты, узнаем, я думаю, что сразу после них, потому что уже ходят довольно такие активные слухи о том, что его заменят и замена не менее как это сказать отвратительные, чем Байден. Подожди, по-моему, все это, во-первых, мы уже говорили на эту тему не один раз, и это действительно одна из теорий, которая в принципе выглядит достаточно логично, но тем не менее известная, давай говорить о фактах, которые мы знаем, что с одной стороны условия CNN, они в общем-то достаточно жесткие, с другой стороны, они как бы по крайней мере на виду то, что они ограничивают возможности не только Трампа, но и Байдена, и в данной ситуации, если просто опять же чисто объективно отнестись к этим условиям, то мне кажется, что они более жесткие по отношению к Байдену, потому что нельзя приносить с собой заранее заготовленные материалы, нельзя пользоваться промтером, нельзя во время рекламных пауз разговаривать со своими советниками, можно только иметь при себе лист бумаги, ручку и бутылку воды, но это как бы CNN обеспечивает, видишь, как не пожалели, ручки бумаги и бутылки воды, собственно говоря, переговариваться, да, но я честно, вот здесь возможно действительно существует какой-то подвох, потому что Трамп, мне тяжело себе представить, что он будет молчать и не будет комментировать выступления Байдена, потому что на самом деле это все может быть сделано специально для того, чтобы спровоцировать его, и что произойдет тогда, если Трамп вдруг выскажется что-то по поводу Байдена, его что, дисквалифицируют с дебатов? Это тоже на самом деле плюс в сторону Трампа, единственное, что они это могут сделать на первой или на второй минуте, и таким образом сказать, что Трамп сорвал дебаты, и дебаты не состоялись, то есть каждый останется при своем. А сейчас, вот как раз сегодня на Вью говорили тоже на эту тему, и там довольно смешно было сказано о том, что Трамп наверняка начнет говорить о том, что Хантера Байдена признали виновным по трем статьям, а на это они уже дают совет Байдену, Байден должен ответить, типа, а ты сам уже тоже осужденный по четырем статьям, то есть это по типу, как в 12 стульев, когда Остап Бендер с отцом Федором пытался договориться, отец Федор ему отвечал, сам дурак, почем опиум для народа, сам дурак, в общем, действительно, может действительно это все сделано для того, чтобы просто сорвать дебаты и, как говорится, ни нашим, ни вашим. С другой стороны, есть тоже довольно интересные факты о том, что вроде бы Байден взял недельный отпуск для того, чтобы подготовиться к тому, к тем остальным отпускам, которые он берет постоянно, на постоянной основе, чтобы подготовиться к дебатам, но здесь вопрос в том, кто будет кого готовить, его будут готовить или он сам будет готовиться или же просто будут готовить его физическое состояние. Кстати, здесь тоже довольно интересный есть факт, который, я думаю, заметили многие наши читатели и почитатели, что почему-то пресс-секретарь Белого дома, собственно говоря, как и другие каналы, левые постоянно сейчас говорят о том, что видео, на которых показывают Байтона, где его там направляют, куда нужно идти, где он там пытается поздороваться с Зайцем во время какого-то там пасхального митинга, где он стоит и так тупо улыбается, когда все танцуют, включая Камалу Харрис и его супругу, что это все фейки, что это все нереальные видеокадры, на самом деле я просто даже здесь комментировать нечего, потому что это не просто там что-то из контекста выдранный текст, как, допустим, показывали Нэнси Рейган, когда она там где-то спотнулась и упала, и Рейган ее вроде бы как от неожиданности не мог найти, но на самом деле это естественная реакция у человека, когда вдруг возле него падает жена, то он действительно так смотрит по сторонам чисто инстинктивно, но неважно, не будем говорить сейчас о Рейгане, а вернемся к тому, что происходит. И на самом деле, как отмечают некоторые эксперты, это довольно странно, потому что вместо того, чтобы говорить о заслугах Байдена, о которых они постоянно толдычат в течение уже почти четырех лет, о его достижениях в экономике, границе, общественно-социальной службе и так далее, они вдруг замолчали и стали говорить о том, что все эти видеокадры это все подлог и фальшивки. То есть могу себе представить, что было бы, если бы в избирательной кампании Трампа такое бы сказали. Плюс они начинают тиражировать доктора Фаучи, которого вызывают уже несколько раз на слушание в Конгрессе и с каждым разом открываются новые довольно интересные факты в отношении его деятельности и в отношении пандемии и он пытается отрицать, что это были его решения, он говорит постоянно, что это были рекомендации CDC, то есть комитета, который медицинского, так сказать, к решениям которого он не имел отношения и так далее. Ну, его тоже, конечно, пригласили на программу VIEW, потому что как же еще можно реабилитировать человека, который постоянно находится под микроскопом комиссии Нижней Палаты представителей и также в Сенате тоже с ним будут говорить, но так или иначе довольно интересный комментарий сделал на канале CNN, такой прогрессивный левый почти прокоммунистический комментатор Уан Джонс. Он сказал, что эти дебаты могут очень плохо кончиться для Байдена, потому что шансы на то, что он будет адекватно проведет все эти 90 минут достаточно малы, а если он покажет это на публике, то шансы его быть переизбранным будут сведены практически к нулю. Это заявление человека, который ненавидит Трампа и который поддерживает Байдена, возможно это очередная подготовка к его замене, замене Байдена, потому что как мы уже тоже говорили, просто напомню в двух словах, сам факт, что дебаты будут проходить до официального утверждения кандидатов обоими партиями, это в общем небывалый случай в истории дебатов президентских. Миша. Ну, посмотрим, посмотрим, потому что конечно смотреть их будут многие, как поведет себя Трамп тоже не знаем, ну, потому что если вспомнить первые дебаты, ну, правда на первых дебатах ему вообще в 2020 году ему там вообще там слова не давали, и как мы помним был этот мерзкий эпизод с этим, когда Трамп сказал что-то про этот лэптоп, тут же его Крис Уоллес осадил, сказал, что нет, это все неправда, не дали ничего сказать, тут же Байден сказал, что это все уже, это все русская пропаганда, дезинформация, вот, и на этом все затихло, хотя, в общем, это должно было в принципе завершить те дебаты, вот, но мы уже видим, что уже давно уже знаем, что это не пропаганда, что... На самом деле, Миша, извини, что я тебя перебиваю, но на самом деле Крис Уоллес использовал информацию, которую ему подкинули вот эти 51 сотрудники, сколько там было, 51 подписали, из, в общем, руководства спецслужб, что это действительно фейковый... фейковый... Я просто... То есть, как Крис Уоллес относился к Трампу и к республиканской партии, мы знаем и без этого, но, по крайней мере, в данном случае у него было официальное оправдание, такое же, как, собственно говоря, и у того же Байдена, который заявил о том, что все опровергли этот факт, что этот лэптоп является реальным источником информацией, хотя сейчас на процессах против Байдена, включая вот процесс, который предстоит ему по нарушению налоговых деклараций и неуплате налогов, лэптоп будет использоваться официально как доказательство о нарушениях этих законов. Миша? Да. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет происходить. Конечно, не надо забывать о прогнозе, который тот же Тайкер Карлсон сделал еще год назад, он сказал, что на 100% это будет не выборы между Байденом и Трампом. Поэтому посмотрим, я думаю, что к концу июня мы уже многое узнаем, узнаем больше, чем мы знаем сейчас. Все определится, конечно, тем, что будет происходить в следующий четверг. Будет или не будет. но пока у нас другие события. Ни Таньягу приезжает в Вашингтон, Америку точнее, и администрация Байдена уже отказалась с ним встречаться. Поэтому до него в очередной раз за что-то обиделось, ну, не за что-то, как обычно, вот, и уже там как бы с Конгрессом, насколько я понимаю, встречаться будет, а с Байденом нет. Так что... но на самом деле не чем-то. В общем, он же сделал заявление о том, что Соединенные Штаты прекратили поставки оружия. На самом деле... Ну, это не заявление, это декларация того, что происходит? Да, но после этого было заявление Госдепартамента, и Белый дом заявил, что это заявление на Тиньягу не соответствует действительности. Хотя, на самом деле, там по одному пункту один пакет отменен, который касается поставки точечных бомб. И, собственно говоря, эти бомбы наиболее важны для, особенно, для нанесения авиаударов в густонаселенных районах, каковым является сектор газа, то здесь, я думаю, что заявление на Тиньягу вполне обосновано. А решение не принимать его в Белом доме у меня тоже нет никаких сомнений связанных именно с этим заявлением. Но, так или иначе, сегодня же сообщили о том, что в случае массированной атаки со стороны Хизбаллы на севере Израиля системы железный купол или Iron Dome могут привести к сбоям. И я не знаю, насколько эта информация соответствует действительности или нет. Возможно, это тоже такой трюк со стороны Пентагона Госдепартамента и Белого дома, чтобы поставляя новые железные купола противоракетные установки компенсировали заявление на Таньягу, критикующее позицию американской администрации, связанную с поставкой оружия. Я не исключаю такую возможность, потому что мне тяжело представить, что Израиль может находиться в такой ситуации, что даже массированные атаки, которые, собственно говоря, были и до начала, до 7 октября со стороны Хамаса, там, по-моему, за один день было выпущено более тысячи ракет. и мне кажется, что это просто вот такой вот попытка сгладить правду, которую сказал премьер-министр Израиля. Миша. Ну, во-первых, действительно, система же, она определяется, чем, есть ли слабые места или нет, во-первых, а во-вторых, там же в ответ на запуск ракеты они запускают свои ракеты, сколько-то ракет, количество ракет не безгранит, не бесконечно, и время между запусками тоже существует, не равно нулю, поэтому возможно, возможно, ну, мы же видим, что иногда ракеты какие-то прорываются, падают где-то на территории Израиля, поэтому вопрос в том, например, насколько часть вот северной границы Израиля на границе с Хизболой, насколько она защищена этим куполом, то есть плотность этого купола по сравнению с тем, что происходит на границе с Хамасом, с... Ну, я думаю, что там приблизительно такая же, если не больше. Опять же, все это зависит от ситуации, потому что после событий 7 октября большинство, подавляющее большинство ракет было выпущено со стороны Хамаса, и Ахизбалла как-то сидел даже, мы на эту тему тоже говорили, что там связано с Ираном и так далее, и в общем в этой ситуации можно рассуждать бесконечно, у нас нет никаких конкретных подтверждений. с Ираном тоже плохи дела, поскольку ну, правда, там сейчас должны вот-вот быть выборы, когда там через месяц уже, наверное, 50 дней, через 50 дней после того, как произошла эта катастрофа с президентом Ирана, поэтому посмотрим, что там будет. Думаю, что будут какие-то перемены в лучшую сторону в Иране в результате выборов, я думаю, что на это надеяться не приходится. Ну, знаешь, выборы есть выборы, другой человек приходит к власти, он еще мог вполне быть еще голодным, не накормленным и так далее, и кормильцы у него могут оказаться другие, но любые выборы, любая смена власти, она приводит к каким-то изменениям. Конечно, в случае с Ираном, конечно, трудно рассчитывать, что они будут в лучшую сторону, это правда, но посмотрим, что мы можем делать, мы можем наблюдать, мы можем обсуждать, мы можем переживать. Ну, в общем, это наш вопрос. Я, кстати говоря, не исключаю возможность того, что из-за эскалации с Ираном, о чем, собственно говоря, сегодня заявили представители американской администрации, что Иран находится уже на более коротком пути к завершению ядерного оружия, возможно, что все вот эти вот вещи связаны каким-то образом, и Байдену, безусловно, будет очень выгодно каким-то образом решить этот иранский вопрос, таким образом, во-первых, он вернет голоса еврейской общины, раз, второе, он закроет вопрос о том, что Америка хочет вернуться в иранскую сделку, и в-третьих, покажет, что он все-таки действительно поддерживает Израиль, и вся критика, которая была в отношении него, не соответствует действительности, и, безусловно, это будет дополнительным фактором, для него положительным фактором, не знаю, достаточно ли будет этого для его победы, но, по крайней мере, я уверен, что он получит больше голосов, чем, если бы выборы проходили сегодня, но, это одна из теорий, мое личное мнение, и, несмотря на то, что есть, конечно, всякие возможные основания так думать, посмотрим, в общем, до выборов осталось не так много времени, и мы будем знать в ноябре, по крайней мере, или... Трамп, завтра будет в Филадельфии, да, в таком, тоже не в самом хорошем районе Филадельфии, если вообще можно сказать, что в Филадельфии есть хороший район, уже, наверное, не осталось, но, этот район вполне сопоставим с Бронксом, так что, но тоже ожидается довольно высокое, довольно большое количество народа, так что посмотрим, что будет. Но, в любом случае, мы уже подходим к завершению нашей сегодняшней программы, а новостей у нас, в общем-то, еще есть такие небольшие новости, курьезные, можно их даже отнести за счет вишенок на торте, поэтому, Миша, у тебя есть что-то? Ну, у меня особенно все вишенки у тебя сегодня. Ну, хорошо, да, первая вишенка это заявление одного из руководителей компании IBM, который открыто заявил в том, что в IBM работает слишком мало афроамериканцев, и их количество нужно увеличить минимум до 13%, а большое засилие специалистов азиатского происхождения. То есть, на самом деле, как мы знаем в соответствии с научными исследованиями, что достаточно большое количество выходцев из азиатских стран, имеется в виду, я имею в виду граждан Америки, а не иностранных граждан, китайской и японской общины, прежде всего, получают образование, в общем, достаточно во многих престижных университетах, и прежде всего, именно по техническим специальностям. То есть, это заявление можно назвать явно анти-IBM-овским, потому что человек, который думает о своей компании, не думает о процентном содержании сотрудников, а думает о процентном содержании специалистов своей компании. Но вот он опроверг это, в общем-то, известное правило. Как известно, ставить эти стопроцентные нормы и так далее, это был признак нам с тобой не привыкать, не вспоминать, мы знаем на себе, даже на себе, на знакомых эти все процентные нормы, сколько можно было евреев, куда принимать, куда вообще нельзя было и так далее. но... На самом деле, я должен сказать, что официально процентная норма была, существовала в царской России, то есть там были эти пять процентов, которые можно было принимать совершенно спокойно, а вот в Советском Союзе этих пяти процентов не было. Были, как ты правильно заметил, высшие учебные заведения, прежде всего, физтех, МИФИ, Бауманский институт, МИХМАТ. Университет Московской тоже, да. Ну, я говорю МИХМАТ МГУ, где вообще не принимали евреев, то есть там может быть кто-то там один попадался случайно, для того, чтобы показать, что вот все-таки у нас есть еврейские студенты. Опять же, несмотря на то, что я сейчас только что сказал, меня могут там поправить, да, это все так, я знаю, мой дядя закончил МИХМАТ, мой папа закончил Бауманский институт, все это стало узаконено где-то с, я думаю, после шестидневной войны, где-то конец шестидесятых годов, начало семидесятых. Да, 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 именно так. Да, но так или иначе, еще две вишенки о том, что судья в штате Джорджия был арестован за то, что в ночном клубе он подрался с полицейским. Вот, соответственно, здесь возникает вопрос, а судья кто? Непонятно. Ну, штат Джорджия, где мы, собственно говоря, уже столкнулись и даже вспомнили сегодня Нейтана Вейда, но совершенно не говорили о Фанне Виллис. и последняя, самая курьезная вишенка о том, что одна девушка подала в суд на своего ухажера, бойфренда, с которым она встречается в течение семи лет за то, что он не смог отвезти ее в аэропорт на вылет, который она должна была совершить. Она, тем не менее, успела на самолет, а судья отклонил ее иск. И самое забавное в этой ситуации, что они даже не поссорились и продолжают встречаться так же, как и встречались в течение последних семи лет. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Еще раз заранее благодарю вас за ваши лайки, комментарии, поддержку нашего канала и, конечно же, за подписку. Нажимайте колокольчик. Хороших вам выходных дней и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok